Защита персональных данных. Что ждет работодателя в сентябре 2022 года? С 1 сентября 2022 года вступают в силу масштабные изменения в законе о персональных данных за номером 152 ФЗ, предусмотренные законом 266 ФЗ от 14 июля этого года. Поправки предусматривают кардинальное изменение правил работы работодателя с персональными данными сотрудников и иных лиц. В нашем сегодняшнем видео мы подробно расставим основные изменения, связанные с защитой персональных данных, и расскажем, что следует предпринять российским работодателям уже в сентябре этого года, чтобы не нарушить закон. Оставайтесь с нами до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями и задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам в комментариях к этому ролику. Поехали! Уведомление Роскомнадзора об обработке ПД становится обязательным для всех. Самым главным требованием, которое начинает действовать с 1 сентября, пожалуй, следует считать введение обязанности уведомлять Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Раньше такие требования тоже были, но в законе было довольно много исключений. Теперь же обязанность уведомлять Роскомнадзор о начале работы с персональными данными становится обязательной практически для всех операторов персональных данных. Так, по новым правилам работодатель обязан направлять уведомления в следующих случаях. Первое. Если обработка персональных данных осуществляется в целях выполнения требований трудового законодательства, то есть по факту во всех случаях, когда кадровик приступает к обработке персональных данных сотрудника. Второе. При оформлении пропуска для прохода на территорию предприятия. Третье. При заключении гражданскоправового договора. Соответственно, чтобы избежать недоразумений с Роскомнадзором и прочим контролирующим органом в новых условиях от бухгалтера, кадровика, управленца требуется проверить, отчислится ли компания работодателя в реестре Роскомнадзора. И если нет, то немедленно озаботится этой проблемой. В каких случаях уведомлять Роскомнадзор не нужно? Исключения из правил имеются, но их очень мало. Так, уведомлять Роскомнадзор не потребуется, если персональные данные обрабатываются неавтоматизированным путем, то есть когда кадровик обрабатывает данные сотрудника вручную. Персональные данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства, общественного порядка или транспортной безопасности. Форма уведомления. При подаче информации в Роскомнадзор необходимо использовать актуальную форму уведомления. Здесь следует отметить, что на данный момент такая форма еще не появилась, но уже известно, что она будет новая, поэтому внимательно следим и ждем. Важно! На сайте Роскомнадзора висит объявление о том, что до утверждения ведомством новой формы уведомления сведения об обработке персональных данных можно подавать путем использования той формы уведомления, которая на момент подачи сведений находится на портале персональных данных Роскомнадзора. Либо можно направить в адрес ведомства уведомления на бумажном носителе по форме, утвержденной приказом Роскомнадзора от 30 мая 2017 года за номером 94. От себя добавим, что прежде чем отправлять уведомления, не лишним будет заглянуть на страничку новостей на сайте Роскомнадзора и убедиться, что пока что ничего не изменилось и вы все делаете правильно. При этом следует иметь в виду еще один немаловажный момент. Из информации, представленной на сайте Роскомнадзора, следует, что после введения новой формы уведомления, которая будет утверждена соответствующим приказом Роскомнадзора, оператор персональных данных сможет направить ведомство уведомления о внесении изменений в ранее представленные сведения в реестр операторов персональных данных. Уведомления о трансграничной передаче данных С 1 марта 2023 года начнет действовать новый порядок уведомления Роскомнадзора о трансграничной передаче персональных данных, которое создаст очень большие проблемы для тех операторов ПД, кто до сих пор продолжает использовать облачные зарубежные хостинги для хранения персональных данных. При этом Роскомнадзор требует уведомлять операторов ПД о каждом случае трансграничной передачи персональных данных в письменном виде или через форму на портале персональных данных Роскомнадзора уже сейчас, то есть до наступления марта 2023 года и вступления в силу нового порядка. Вывод. Лучше переходить на отечественные решения прямо сейчас, не дожидаясь марта. Новая формулировка согласия на обработку ПД теперь согласие. Наряду с информированностью, сознательностью и конкретикой также должно отвечать и таким критериям, как однозначность и предметность. Соответственно, кадровику придется внести изменения в действующий шаблон данного документа. Биометрия. У работников появляется право отказать работодателю в предоставлении биометрии. Например, при оформлении пропуска сотрудник может отказаться от предоставления фото. Работа с системой обнаружения кибератаки. Вводится новая обязанность работать с государственной системой обнаружения кибератаки. Через эту систему надо будет незамедлительно сообщать о каждом случае утечки персональных данных, а также вносить сведения о внутреннем расследовании каждого такого инцидента. От бухгалтера, кадровика, управленца требуется проследить, чтобы своевременно были внесены соответствующие изменения в действующее положение о защите персональных данных. Скачать форму для передачи информации в систему. На данный момент такая форма тоже еще не появилась. Проследить за правильностью, соблюдением и оформлением процедуры внутреннего расследования с учетом новых правил. Сроки ответов на запросы станут короче. Сокращаются сроки ответов на запросы по любым вопросам, связанным с обработкой персональных данных. Теперь отвечать на запросы своих сотрудников или представителей Роскомнадзора придется в течение 10 дней, а не 30, как это было раньше. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей законодательства и судебной практики. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok